Михаил Владимирович, мы с вами последнее время много раз обсуждали проблемы. Я благодарю, что вы открыты и ваши команды для диалогов. Мы даже почувствовали это по документам, когда обращаемся. Есть быстрая реакция, есть соответствующие поручения. И охотно выходят на встречу с нашими депутатами. Тема, которую обозначили для нас одна из самых приоритетных. Продовольствие, безопасность и устойчивое развитие села для нас исключительно важно. Кашин, Хритонов и Коломитцев специалисты в этом деле, они дополняют меня. Но я хотел бы с учетом крайне сложной обстановки высказать ряд пожеланий. Потому что наша фракция за последние годы накопила уникальный опыт борьбы с кризисными явлениями. Я уверен, что вы и ваши коллеги воспользуются этим. В свое время, после дефолта, Примаков, Маслякова, Герасченко вместе с нами отрабатывали бюджет спасения страны. И тогда приняли три меры, которые позволили преодолеть кризис. Сегодня наша планета и страна, как и многие другие, сползают в яму кризиса. И мы обязаны совместно принять целый ряд исчерпывающих решений. Тем более, приступили к подготовке и корректировке нового бюджета. Надо учитывать, что модель расширенного рынка за счет эмиссии доллара в день охлопнула. И как бы не демонстрировали американцы, они сейчас хотят почти 3 триллиона влить в свою экономику. Но это связано скорее с выборами. Это не решит многие проблемы. Нам всем придется научиться жить с большей ответственностью и сплоченностью. Когда полыхает пожар, надо тушить его, а не шашкой махать. Поэтому мы готовы абсолютно к конструктивному решению этих проблем. Хочу напомнить, что наша команда все сделала для того, чтобы поддержать и спасти новые технологии. Вместе с Масляковым мы спасли военно-промышленный комплекс. И специалисты знают, это сегодня является тем, что будет вытаскивать нашу экономику. Сельхозмышстроение, агропромышленный комплекс, вы правильно сказали, может дать огромную нам прибавку. Кстати, у нас есть уникальный опыт народных предприятий. После дефолта мы их создали более 200. Они не взяли у государства ни копейки. Сейчас производят качественную продукцию, имеют самую высокую зарплату и социальную защиту. И готовы очень активно поделиться своим опытом. Я представлял его президенту, президент поручил правительству. Мы с вами обсуждали. Уверен, что мы одолеем этот вирус. Но впереди очень ответственная работа. И мы готовы в летний период представить возможность изучить этот опыт, использовать его на полную катушку для наполнения и бюджета, и обеспечения продовольственной безопасности. Мы решили проблему, связанную с качественным образованием. У нас академик Алтферов вместе с Мельником и Смолиным все сделали, чтобы создать качественное учебное заведение. Оно в Ленинграде, в Питере, оно функционирует. Но после ухода из жизни Алтферова, я недавно участвовал в заседании президиума Академии наук, это стали ставить под сомнение. Я надеюсь, что ваше правительство поддержит опыт, когда объединили школу с ВУЗом, с Академией наук и суперсовременным производством. Попросите материалы. Это уникальный опыт, который поддерживали многие Нобелевские лауреаты. Они приезжали и участвовали во многих конференциях непосредственно у нас в стране. Мы освоили и опыт планирования. У нас Иркутская область за 4 года единственно удвоила бюджет. Но, видимо, это и стало причиной беспардонной критики, которая привела к кадровым изменениям. Но я уверен, что опыт планирования сегодня будет востребован в силу того, что нам придется перераспределять ресурс. Мы поддержали все последние ваши предложения. Я обращался и поэлектронной. Спасибо, вы быстро среагировали вместе с Борисовым. Этот вариант отработан. Современные технологии электроника, станкостроения, робототехника, биотехнологии. Это то, что может нас вытаскивать. И мы всегда на этом поприще имели хороший результат. Особая забота сегодня должна быть проявлена насчет медиков, врачей. И все, что связано с их защитой. Я вчера провел беседу с 27 регионами. Во многих регионах эта проблема стоит очень остро. Давайте мы готовы. И китайская сторона откликнется. Вы знаете, мы обсуждали эту проблему. Я хочу, чтобы мы максимально все сделали для поддержки тех, кто сегодня борется на передовой с этой болезнью. Хотел бы обратить внимание на то, что в тех, кого поощряют, не попали те, кто продают лекарства в аптеках, и те, кто разносит материалы по больным. Мне думается, не обоснованно. Они должны попасть в категорию лиц, которым требуется особая поддержка. Но я уверен, что нам придется с вами выстраивать новый курс. Я благодарен, что председатель нашей думы Володин поддерживает эту идею. Мы провели целую серию важных слушаний. Накопился хороший опыт. Нам очень важно все сделать для того, чтобы не было большого сбоя. Я недавно послушал Кудрина. Он обещает спад 3, 5 и даже до 8. Я считаю, что если мы активно поработаем, можно удержать ситуацию. У нас в стране для этого есть и ресурсы, и кадры, и почти половину мощностей незадействуемых. Но в первую очередь хотел бы обратить внимание на ситуацию, связанную с безработицей, с поддержкой тех, кому сегодня очень плохо. Я вот посмотрел, у нас до 14 тысяч получают в месяц 33 миллиона, до 19 – 53 миллиона, плюс 11 миллионов детей войны, видите, 60 миллионов, кто требует особой поддержки. И в этом плане ресурсы у нас почти 10 триллионов в этом фонде, и 8 фондей плюс 2 триллиона профицит бюджета, плюс золотовалютные резервы. Если мы их вложим в современные технологии производства и поддержим людей, их покупательные способны, поможем выживать в это сложное время, уверен, что ситуация выровняется. Здесь не дать, чтобы сорвалась эта ситуация. Меня крайне беспокоит, у нас почти 10 миллионов асарбайтеров, и стройки остановились. Я считаю, президент очень правильно обратился с тем, чтобы местные власти и губернаторы определяли конкретный режим и порядок у себя на местах. Стройка является и агропромышленный комплекс главными локомотивами. Нам нельзя здесь останавливать. Как говорят крестьяне, хоть помирай, но сей. Сегодня нам надо все сделать, чтобы стройки и село активно работали, поддержать, помочь. В противном случае ситуация может резко обостриться. Ну и приоритеты. Мы активно с вами обсуждали все ваши приоритеты. За счет при формировании нового бюджета нами будут поддержаны. Но я особо хотел бы обратить внимание на помощь. Смотрите, бюджет каждому, вернее, американцы каждому сейчас по 1200 долларов. Плюс на ребенка 500 долларов. У нас, если сейчас не помочь людям, а у некоторых запас хватит, в лучшем случае на 2-3 недели, надо минимум 25 тысяч на месяц, на каждого для того, чтобы выжить. Поэтому надо все взвесить и посмотреть, и точно отнестись к тем особо внимательно, кто бедствует. Ну и вокруг нашей экономики сейчас будут ходить хищники и мародеры, которые раньше растаскивали. Нам надо принимать закон о национализации. Мы его несколько раз вносили, к сожалению, отвергли. Сейчас все заговорили. Я посмотрел, американцы взяли под контроль авиационную, промышленно-дорожную, немцы, французы тоже. Нам, чтобы не получилось, что наши базовые отрасли сейчас в ходе этого кризиса начнут уплывать, а потом разваливаться, как это было ранее. Здесь исключительно важно вместе и согласованно действовать. Мы готовы максимально помогать. Ну и тарифы на горючее и ЖКХ. Кстати, Примакову, Маслякову, когда пришли, ММВФовцы советовали совсем другие рекомендации. Они взяли под контроль банки, контролировали полностью. Отток валюты резко коротился. Никто не поднял ни на копейку, ни тарифы на ЖКХ и горючее. А у нас я посмотрел, солярка уже на рубль или полтора вылазить стала. Но я видел на нескольких безоколонках. Ну и все проработали относительно того, чтобы иметь работу, питание, талоны и остальное. Это исключительно важно. Ну и наука образования здравоохранения у нас в два раза ниже норматива. Мы обязаны вывести давно на соответствующий норматив, тогда бы и нынешние проблемы с вирусом и с падением цен на нефть мы переживали гораздо легче. Ну и в средствах информации. К сожалению, русофобия, антисоветщина продолжается. Я служил в специальной разведке по борьбе с атомным, химическим, электрологическим оружием. Исключительно важна технология понимания первоочередных мер. Если нет лекарства, карантин. Карантин должен быть жесткий. Если есть иммунитет, удержит организм. Для этого нужно обеспечить питанием, особенно школы, детей, студентов и так далее. И третье, хорошее настроение. А настроение создается у нас великолепные. Есть музыкальные передачи, прекрасные фильмы. У нас великолепные песни. Тем более идем к 75-й годовщине и 150-летия со дня рождения Ленина. Надо все эти меры использовать для укрепления духа. Наша страна умела преодолевать большие трудности. Я надеюсь, что сообща преодолеем и нынешние. Итак, еще раз всем спасибо за диалог. Я считаю, диалог сегодня исключительно важен для решения всех проблем. Спасибо большое. Слово представляете? Я хотел предоставить слово Кашину Владимиру Ивановичу. Пожалуйста, Владимир Иванович. Пожалуйста. Спасибо большое, Михаил Владимирович. Нам приятно, что и тема обсуждаемая нам очень близка. И вы высказались вполне позитивно о деятельности нашего крестьянства и в целом агропромышленного комплекса. Мы хотим сказать, что, понимая все трудности сегодняшнего положения, конечно, нам необходимо и дальше уделять самое пристальное внимание агропромышленному комплексу. И, в частности, конечно, мы сегодня беспокоены всеми теми сопутствующими системами, которые в той или иной степени, исходя из ситуации, ограничены в своих деяниях. Я имею в виду и наш Россельхозбанк, и агролизинг, и наши ассоциации машиностроительные, связанные с выпуском и реализацией посадочного материала, удобрений, пестицидов. Это требует дальнейшего контроля, чтобы мы здесь не потеряли время и на высшем уровне провели весеннеполевые работы. Вы правильно сегодня говорите, что устойчивость нашей страны, нашего народа, сегодня во многом определяется устойчивостью и динамичной работой агропромышленного комплекса. И в этой среде, как мы проведем весеннеполевую кампанию, очень будет многое зависит и дальше от обеспечения продовольствием нашего населения, выполнения президентских задач, связанных с удвоением экспорта. В этой связи еще одна тема, связанная с тем, что мы не должны забывать личные подсобные дачные хозяйства. На 40 миллионов дач мы на 70% обеспечиваем себя картофелем, овощами, плодо-ягодной продукцией, на 50% мясом, говядиной, молоком именно в этих хозяйствах. И сегодня ограничение всех тех систем, которые работали в виде соответствующих рынков, кто поставлял и удобрения, и посадочный материал, и так далее, и так далее, на местах есть в ряде регионов перегибы. Мы просим взять это под особый контроль, в том числе и правительство. Конечно, нам, безусловно, для решения главной задачи и государственной программы развития сельскохозяйств и продовольственных рынков необходима помощь. В этой связи мы направляли вам вопросы, связанные со снижением тарифов на киловатт в час. Он сегодня зашкаливает в два с лишним раза выше, чем в строительстве, и в три с лишним раза выше, чем в промышленности. Акцизы через дорожный налог сегодня хорошим таким хомутом и тяжелым грузом повисли на наших тракторах и комбайнах. Мы платим большие десятки миллиардов, дорожный фонд, работаем в поле, не имея в этом плане права, чтобы с нас эти деньги не брали. И, конечно, решая главные задачи увеличения продовольственного потенциала, наша программа, безусловно, вторая целина, связанная с вовлечением в оборот брошенных 40 миллионов гектар пашни. Эта государственная программа сегодня, исходя из предпоследнего госсовета, она определена поручениями президента. До этого Дмитрий Анатольевич эти поручения давал. Мы надеемся на вас, что эта работа не будет затянута, потому что это десятки миллионов рабочих мест. Мы должны справиться с увеличением наших посевных площадей. Сегодня 80 миллионов гектар. А должны быть 117, как это у нас было с вами в 90-х годах. Сегодня слишком много открыли свои аппетиты на то, чтобы прихватить земли сельхозназначения, пашню в том числе. Мы должны все сделать для того, чтобы появились рабочие места, появились соответствующие продукты и так далее, и так далее. Один работающий на селе, это шесть работающих в городе. Наша программа комплексного развития сельских территорий. Самые бедные, самые нищие сегодня кормилица нашего народа. Значит, ни дорог, ни жилья, ни газификации. Хуже того, отсутствие врачебного обслуживания, многое другое. Сегодня требует немедленной реализации этой программы, выстраданной. И у нас есть соответствующие поручения и ваше обещание. Когда вы приступали к работе, я задавал вам эти вопросы, вы сказали, что преемственность будет. Мы обязаны по паспорту обеспечить финансирование этой программы до 2022 года и дальше. Я еще и еще раз хотел бы обратить внимание на законодательное обеспечение. Мы отработали сегодня вместе с Минсельхозом. У нас очень плотное взаимодействие. Шесть базовых законов. Это и о плодородии почвы, это обращение пестицидов, агрохимикатов. Это соответствующее совершенствование оборота земельско-хозяйственного значения через введение в оборот невостребованных долей и многие другие. О плодороде, повторюсь, почва, по мелирации, это более шести законов. Исходя из ситуации этой эпидемии, мы как-то сегодня забываем эти законы. Мы просим ускорить соответствующие правительственные в этом ключе проработки. И чтобы мы имели здесь возможность в этой сессии обязательно принять эти законы. Ну и последнее, что я хотел еще сказать, Михаил Владимирович. Надеясь на ваш опыт и взаимопонимание, я еще раз прошу вас отнестись самым внимательным образом к нашим разработкам, связанным с вовлечением, со второй целеной. Не навязывать нам сегодня другие идеи, связанные с работой по отмене категорий, находить механизмы, которые будут тем или иным способом ставить под сомнение те наработки, связанные с решением этой государственной важности задачи по второй целине. Мы убеждены, что у нас нет оснований для того, чтобы мы не справились с задачами, которые поставлены сегодня и нашим народом, и президентом, и правительством. Я выступаю от имени комитета и как заместитель Геннадия Андреевича с темой, связанной совместной активной работы на поприще развития агропромышленного комплекса. А это значит благополучие всего нашего народа. Спасибо, Владимир Иванович. Доброе утро, Михаил Владимирович, уважаемые коллеги из правительства. Пока готовились в ожидании нашего разговора, я про себя посчитал в новейшей российской истории вы 12-й председатель правительства. Я депутат России с 90-го года. Надеемся, что, наверное, подольше будете работать, тем более поправки в Конституцию пройдут наверняка. Депутат Государственной Думы будущих созывов будут анализировать, доверять. В дополнение, то, о чем говорил Владимир Иванович, я хотел бы добавить и сказать, что я являюсь председателем Комитета по региональной политике проблем северо-дальнего востока, но говорю откровенно, к стыду, Дальний Восток, а сегодня Дальний Восточный федеральный округ, это 11 регионов, сам себя не кормит. Я думаю, вы эту проблему знаете. Мало того, что сам себя не кормит Дальний Восточный федеральный, Орктик, я бы, округ, говорил бы, о Арктике, северах, оттуда до 30 тысяч людей ежегодно выезжает. Надо сделать все необходимое. В советское время мы практически через Дальний Восток фуражного зерна переваривали до 30 миллионов тонн. В том числе завозили с Канады улучшатель хлеба. Почему птицекомплексы, свинокомплексы практически работали, налогооблагаемая база, рабочие места, все это позволяло закрепляться населению. Тем более хорошие преференции были в интересах населения, те, кто приезжали на Дальний Восток. Вы знаете, нас живет от Урала до Дальнего Востока всего 27 миллионов. И с такими темпами мы будем стремиться на Кубань, в Подмосковье, в Москву. А как будем защищать нашу территорию, тем более сельскохозяйственное производство, это укрепление наших территорий. Я буквально вчера-позавчера разговаривал и с Алтайским краем, с Омской областью, с Курганской областью, с Новосибирской области, все в один голос говорят. Но почему у нас мясным скотоводством занимается только Мираторг? Громадные территории за Уралом сегодня могли бы решать задачу по производству мяса. Но, говорит, я говорил, что будет сегодняшний радиоразговор с вами, но, говорит, передай, председатель правительства, но пусть помогут, так сказать, вот маточным поголовьем по мясному скотоводцу. Будем... Они говорят, вот недавно были в Казахстане, в Казахстане закупают маточные поголовья, отдают час на руки, до полгода кормят на подсосе, затем с возвратом, как в свое время было общество, скотопром. Поэтому, Михаил Владимирович, я обращаюсь к вам от имени крестьян, Сибири, Урала, да и не только Урала, в целом России, необходим вот этот вопрос решать, я уже не говорю о финансовой, кредитной политике. Я без малого отработал директором совхозной Сибирской области 20 лет, кредиты брали под 8% годовых. Если нормально хозяйство работали, после сдачи годового отчета рассматривали все наши экономические возможности и практически те, кто успешно решали поставленные задачи, списывали. Это была, ну, негласная государственная поддержка. Поверьте мне, сегодня те, кто живут, сегодня живут и продолжают жить в сельской местности, если будет выгодно жить и работать, с петушиного крика будут делать пятаки. Но надо очень серьезно отнестись к селу. Я думаю, что мои коллеги добавят еще по развитию сельского хозяйства. Но в свое время, встречаясь тогда, когда я был руководителем промышленной группы, Владимиру Владимировичу Путину и с Медведевым встречались в то время, когда то, о чем Владимир Иванович говорил, стали забрасываться земли сельхозназначения, я говорил, в то время единственное, что работало, Росавтодор. И сегодня можно подвязать, как бы брать обязательства, Росавтодору поручить, а он работает, Росавтодор, в каждом районе, в каждом крае области, поручить, несмотря ни на что, вопреки всему, спасать землю. Мы внесли когда-то поправки в земельный кодекс, три года они используют по назначению землю, забирать эту землю через суды. Власти на местах же не работают, практически не работают. А поправку в земельный кодекс мы вносили, это буквально было 5-6 лет назад. И можно было уже забрать эти земли, а через Росавтодор создать звенья, и хотя бы в виде пары эту землю сохранить. Мы же понимаем, и не раз на Дальневосточном экономическом форуме президент Путин Владимир Владимирович говорил вслух, 49-50 миллиардов произведенных с их хозяйственной продукцией продавать. Тем более в Тихоокеанском регионе 2,5 миллиарда людей голодует. Ну, нет смысла убеждать и вас, и сидящих рядом с вами. Поэтому законодательная база на любое направление мы рассмотрим. То, что касается по Дальнему Востоку, поручение президента было о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и до 2025 года. Он должен быть представлен правительством Российской Федерации до 15 ноября 2019 года. Однако вплоть до настоящее время этой национальной программы развития Дальнего Востока нет. Так же, как 16 января 2020 году речь шла о восстановлении системы подготовки кадров в число коренных малосельских народов. Речь шла тогда о том, что на базе Российского государственного университета имени Герцена в Санкт-Петербурге организовать. Вы же понимаете, что коренные малосельские народы, нет у них денег поехать учиться, тем более на платных. По сегодняшней идее этот вопрос не решается. Поэтому я заканчиваю свое кроткое выступление. Мои коллеги, я думаю, добавить. Спасибо, Николай Михайлович. У нас Коломийцев работал на Россельмаши. Мы помогали скранить Россельмаши. Ключи, ключи, мол. Кеннадий Андреевич, я не слышу, извините. Алло, сейчас слышно? Да. Сейчас слышно? Да, конечно. У нас Коломийцев работал на Россельмаши. Мы помогли спасти Россельмаши. Кировский завод. Николай Васильевич, координатор по фракции, добавит несколько слов. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемый Михаил Владимирович. Безусловно, поднятие целины и эффективность работы села зависит от энерговооруженности. У нас сегодня энерговооруженность села в два раза ниже, чем научно обоснованная норма. Вместо 3,62 лошадиная сила у нас 1,48. И в связи с этим, с нашей точки зрения, 6 лет назад был правительством разработан хороший инструмент поддержки и селян, и машиностроителей постановления 1432. Это позволило 16 еле работающих предприятий достичь 117 предприятий, увеличить в два раза число рабочих мест, в два раза экспорт, и самое главное, потеснить импортную технику, что очень важно, особенно в условиях падения курса доллара. В связи с этим, есть вопрос, чтобы вы дали поручение, вот изменился ГРБС с Минсельхоза на Минпром, и на полгода потерялась новая редакция этого постановления, что вредит и селянам, и машиностроителям. И второй вопрос. Вот правильные меры были приняты после обращения президента в части снижения социальных страховых взносов. И мы предложили бы рассмотреть возможность снижения взносов и для предприятий не только микро и малых, но и для средних и крупных с годовым оборотом не выше 200 миллиардов рублей, потому что они несут на себе очень большую нагрузку, и при большой кооперации, вот сегодня их остановка крайне болезненна для всей технологической цепочки, и возрождение производства будет очень проблематичным. Просили бы рассмотреть, дать поручение и нормализации режима, соблюдение, безусловно, санэпидемнорм. Спасибо. Вы, скорее всего, ошиблись по, соответственно, миллиардам, миллионам, 200 миллионов оборотов. Оборотов. Сказал миллиардов, да. Михаил Владимирович. Да, я слышу вас. Да, сейчас Смолин добавит, он у нас автор вместе с Мельником Алферов, закон образования для всех, поддержки науки, один из лучших специалистов. Тем более, сейчас образование ЕГЭ требует капитального ремонта. Пожалуйста, Олег Николаевич. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые Геннадий Андреевич и коллеги. Я действительно с 90-го года, как и Николай Михайлович, в 8 российских парламентах занимаюсь двумя направлениями. Это образовательная политика и социальная защита инвалидов в Российской Федерации. Мы действительно вносили много законопроектов. Геннадий Андреевич себя почему-то не назвал, как головного вносившего эти законопроекты. Один из них проект закон о образовании для всех. Но сейчас я чуть про другое. 23 июля Государственная Дума, вся Госдума, не только наша фракция, приняла единогласно постановление, посвященное вопросам образования. В этом постановлении содержалось 12 рекомендаций в адрес правительства. Я далек от мысли упрекать новое правительство, но хочу вам назвать цифры. Из 12 одна рекомендация исполнена, это питание для детей. А две исполнены очень частично, включая предложение президента о 5000 для классных руководителей. Спасибо Владимиру Владимировичу. И 9 не исполнены никак. В частности, Вячеслав Викторович и министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева согласовали идею о том, что средняя заработная плата за оклад учителя должна по региону составлять не менее 70% от региональной заработной платы. Не сделано ничего пока. Михаил Владимирович, мы просим вас поручить правительству специально проработать исполнение постановления Государственной Думы от 23 июля. Это было первое. Вторая системная проблема – это проблема, связанная с развитием электронного обучения. У нас иногда его не очень правильно пытаются вводить именно в школу. На самом деле во всем мире это прежде всего система высшего образования и образования взрослых. Для понимания, в Южной Корее сейчас 20% всего населения взрослого так или иначе учится через электронное образование. У нас 3%. Поэтому в Южной Корее 800 многофункциональных роботов на 10 тысяч населения. У нас 4 таких робота. И не потому, что мы отстаем. У нас были свои электронные университеты. Действующие подзаконные акты практически все их ликвидировали. Мы дадим специальное письмо, Михаил Владимирович, и просим вас, чтобы цифровизация не ограничилась только управлением, а касалась и образования прежде всего высшего, и, соответственно, образования взрослых. И последнее, если можно, да, по ЕГЭ Геннадий Андреевич мне подсказывает. Значит, Михаил Владимирович, сейчас единый госэкзамен отсрочен на чуть больше, чем на 2 недели. Но мы понимаем, что ситуация может не завершиться к началу мая. Поэтому мы бы просили проработать версию, если это придется делать и дальше, рассмотреть возможность отложения ЕГЭ в этом году, не проведения ЕГЭ в этом году. Его инициаторы, американцы, приняли такое решение. Мы по их опыту когда-то вводили ЕГЭ. Теперь, может быть, можно было рассмотреть версию о том, чтобы в этом году по результатам текущей успеваемости и внеучебным достижениям, как-то за моим портфолио, принимать студентов по Олимпиадам, само собой сохранить, как есть. И последнее, если можно. Михаил Владимирович, встречаясь с нами как членами конституционной группы, обещал встречу руководителям общественных организаций инвалидов. Там накопилось много проблем. Я хотел бы вас попросить, когда закончится кризис, провести такую же встречу с руководителями общественных организаций инвалидов и депутатами, представляющими их интересы в парламенте. А пока вот острейшая проблема. Предприятие системы всероссийских общественных организаций, ВОЗ, ВАИ и ВОГ, в месяц теряют 394 миллиона рублей в результате того, что они вынуждены простаивать из-за известного вам карантина. Они просят одно из двух. Мы письмо направим. Либо ускорить и срочно включить их в реестр малых и средних предприятий, чтобы они могли получить такую поддержку наряду с другими малыми и средними предприятиями. Либо оказать финансовую помощь в размере месячного фонда заработной платы. Я его назвал. Наверное, проще было бы все-таки ускорить реализацию закона по малым и средним предприятиям и включить их срочно в реестр, чтобы они могли получить такую помощь. Спасибо. Михаил Владимирович, видите, круг проблем очень большой, и мы готовы активно сотрудничать и решать их вместе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, уважаемый Геннадий Андреевич и все, кто выступил. Значит, Владимир Иванович, Николай Васильевич и Олег Николаевич. Я коротко, я кое-что пометил, скажу, а потом попрошу еще обязательно добавить наших уважаемых министров, вице-премьеров. Значит, ну вот то, что вы говорили по поручению о подготовке программы вовлетения в сельхоз оборот заброшенной земели, повышения, значит, плодородности почвы, да, значит, я не понаслышке знаю об этой проблеме. Я руководил Федеральным агентством кадастров объектов недвижимости. Кстати, там работала Виктория Валерьевна Абрамченко. Мы понимаем, насколько остро стоит эта проблема. Сейчас очень активно обсуждаем, в том числе с коллегами, думаем о том, каким образом эту работу упорядочить. Это вопрос, о чем вы говорили, и о категории земель, видов, разрешенного использования. Все это нужно системно проработать. Я думаю, что именно так взаимно с вами мы выработаем, значит, подходы. Но вот, говоря о получении, о подготовке такой программы, его давал президент притоком госсовета, да, который был, по-моему, в декабре прошлого года. Работа над этой госпрограммой, она продолжается. И речь идет о очень важном документе. В нем, конечно, необходимо предусмотреть решение по целому комплексу вопросов. Но среди них, в первую очередь, это, как вы, еще раз повторюсь, это возврат в оборот неиспользуемых земель. По оценкам Минсельхоза, необходимо дополнительно вовлечь в оборот около 12 миллионов гектаров. Также необходимо проводить работу в милиарации. Это, в первую очередь, земли сельхозназначения, в том числе для того, чтобы они сохранили свои качественные характеристики и обеспечивали хорошее урожае. Такие работы без поддержки страны государства для наших аграриев будут непосильны. Эти мероприятия, они должны выполняться на системной постоянной основе и найти отражение госпрограмм. Но предстоит также решить целый комплекс проблем. Мы говорили об этом на совещании президента и правительства, я уже упомянул в начале 1 апреля. Одновременно до сих пор существуют миллионы невостребных земельных долей. Мы с этим еще очень давно боролись. По предварительным оценкам, это около 17 миллионов гектаров. Такая бесхозяйственность недопустима. Она вот и становится серьезным препятствием для наращивания производства в аграрном секторе. Этот вопрос мы тоже должны решить в ближайшее время. Я абсолютно поддерживаю то, что сказали уважаемые коллеги, и будем над этим работать совместно. Далее сказал Николай Васильевич Коломийцев, говорил по 1432 известное постановление. Номер этого постановления наизусть знают не только аграрии, которые приобретают тракторы, комбайны и другое оборудование со скидкой, но и отечественные производители сельхозтехники. Надо, чтобы у нас поручение, что все записываются. Я имею в виду, вы когда будете, скажу, что я сказал. В прошлом году такие субсидии были представлены 65 предприятиям, а в 2020 году в федеральном бюджете на реализацию постановления предусмотрели 13 миллиардов рублей. Конечно, документ неоднократно дорабатывали, обновляли с учетом требований момента. Сейчас он практически готов и до конца апреля мы его опубликуем, уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые коллеги. В проекте постановления предусмотрено, что куратором этого процесса станет Минпромторг. Вы сказали об этом, что Минпромторг заменили на Минсерхоз, из-за этого была заминка. Также документ определяет еще и условия получения скидки для покупателей Сибири, Дальнего Востока, вот упоминал об этом уважаемый Николай Михайлович, да, Крыма и Калининградской области. Им нужно будет, соответственно, подтвердить свои затраты на транспортировку, чтобы получить скидку в 15%. Я попрошу в конце Юрия Ивановича Борисова прокомментировать также. Значит, теперь по поводу программы доведения финансового обеспечения, ну, как я могу и назвать, просто больше финансирования, программы комплексного развития сельских территорий до уровня утвержденного транспортом этой программы. Ну, конечно, сейчас средств им не хватает, и вопрос очень много встает, значит, в поводу доведения. Она одна из программ, о которой вы говорите, да, ключевых для развития агропромышленного корпуса. Но по масштабности ее вполне можно сравнить с нацпроектом. Программа направлена на то, чтобы в комплексе решать все задачи развития села. Я часто об этом говорю, что государственные программы по финансированию больше гораздо нацпроектов, они объемнее. Это важный элемент. И тут здесь идет и новое жилье в программе, и необходимость развивать инфраструктуру, дороги, связь, газ, воду. И, конечно, социальные услуги. Это доступ к медицинской помощи, школы, спортплощадки, клубы. То есть речь вообще идет о создании максимально комфортных условий для людей, которые так много работают над превращением сельского хозяйства в современные. Если хотите, то на высокопроизводительное агропромышленное, уже современный комплекс. Мы занимались этим вопросом и раньше, но разрыв в качестве жизни между селом и городом, конечно, все еще есть, он достаточно большой, чтобы быстрее его преодолеть и запустили как раз эту новую госпрограмму. Но в этом году на ее реализацию в федеральном бюджете предусмотрели почти 36 миллиардов рублей. Да, я принимаю ваш вопрос. Увеличить финансирование по этому направлению он обсуждался на госсовете в декабре прошлого года. И президент давал поручение рассмотреть этот вопрос. Мы понимаем, какое значение этот вопрос имеет для людей на селе, для регионов. Тем более он важен для обеспечения продовольственной, если хотите, даже безопасности страны. Сейчас в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, когда государство одно за другим закрывает свои границы, это очень важно. Поэтому относимся к проработке этого вопроса очень внимательно. Вот, я это обещаю. Ну и кое-что тоже я бы хотел сказать о вопросе по образованию. Но я кое-что комментирую, попрошу добавить, тут не все. Значит, фактически тот вопрос о кадрах для агропрома, да, и о программе образования, это очень важное направление для успешного развития нашего сельхозхозяйства. Ну, насчет электронных элементов, то, что Вы упомянули, значит, по поводу Южной Кореи, конечно, но вопрос не только в электронных роботах и прочее, это вообще вопрос системного подхода к более качественной системе образования в агропром, значит, комплексе. Ведь в отрасли очень активно сейчас внедряются, собственно говоря, и высокие технологии достижения, селекции, генетики, все более сложными становятся сельхозтехника и оборудование. И, конечно, нужно нам готовить специалистов для работы с ними. Здесь очень большое значение имеет качество образования в школе. Мы ведем эту работу в рамках реализации нацпроекта образования, строим новые школы, ремонтируем действующее, в том числе решаем вопрос ликвидации третьих смен в общеобразовательных организациях. Только в прошлом году 18 регионов получили на создание новых мест в сельских школах 3 миллиарда рублей. Еще 53 региона получат на эти цели около 9 миллиардов рублей в течение трех лет. Мы софинансируем из федерального бюджета строительство школ в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, а также в городах с населением до 50 тысяч человек. Так, на создание новых мест в школах в прошлом году в 78 регионах было направлено в общей сложности 25 миллиардов рублей. На этот и два последующих года на такие цели в бюджете заложено почти 74,5 миллиарда рублей для 83 регионов. Вот в 2019 году в четыре проблемных региона было направлено около 11 миллиардов рублей на ликвидацию третьей смены. И бюджетное финансирование в 2020 годах для тех же регионов приносит 21,5 миллиарда рублей. Чтобы школы были современными, мы выделяем средства на модернизацию их инфраструктуры. В прошлом году 11 регионов получили такую поддержку из бюджета. Им было выделено в общей сложности 5 миллиардов 400 миллионов рублей. В этом году субсидию получат почти в два раза больше субъект Российской Федерации. Я просто цифры привожу, чтобы мы немножко понимали масштабы финансирования. Для 19 регионов предусмотрим 11 миллиардов рублей. Причем в сельских школах должно быть и центральное отопление, и водопровод, и канализация. Вот эта работа ведется в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий». Но кроме того, в 2020 году началась реализация программы «Земский учитель», которая направлена на поддержку учителей, которые переезжают работу в сельскую местность. Каждому из них будет выплачено по 1 миллиону рублей. На это в действующем 3-летнем бюджете уже 4 миллиарда предусмотрено. Мы планируем за 2020-2023 годы полностью закрыть вакансии в сельских школах в 83 регионах нашей страны. Но после окончания школы у любого сельского школьника, конечно, должна быть возможность, так же, как и его друзья, ребята, поступить в ВУЗ, в том числе и по профессиям, которые востребованы в АПК. И что касается высшего образования по агроспециальностям, то его на сегодняшний день можно получить в 54 ВУЗах, которые как раз курируют Минсельхоз. На их поддержку, то есть на ремонт, реставрацию, обустройство... У нас все учебные ВУЗы, их 54 и еще 40 миллиардов. В 2020 году присмотрели более 100 миллиардов рублей. Есть также отдельные факультеты в других ВУЗах, колледжи и техникумы. Проблема в том, что студенты получают образование и, к сожалению, как часто бывает, не спешат возвращаться на село. Поэтому мы пытаемся предпринять ряд мер, о чем я вам докладываю. Но с этого года также начал действовать механизм целевого обучения. Теперь, если бывший студент не отработает полученное образование в течение конкретного СПК, которое определяется договором, то ему придется возмещать до 30% от фактически понесенных затрат по ученическим договорам, которые заключены возможному работодателю. Вот этот механизм мы предусмотрели в программе, о чем вы спрашивали, комплексного развития сельских территорий. Обсуждается также идея о том, чтобы доработать перечень профессий и специальностей в области сельского хозяйства. Но нам еще, наверное, нужно подумать о том, чем заинтересовать молодежь в получении аграрных специальностей. Ведь только увлеченные профессионалы могут двигать вперед российскую науку, а свои ученые в сфере селекции, генетики, семеноводства, которые гордились много лет, нам очень нужны. В том числе, чтобы преодолеть зависимость, о чем много говорят, от импорта к поставам. Это особенно заметно в семеноводстве и в аквакультуре. Ну и отдельно еще скажу, что делается для развития высшего образования в целом по стране. По поручению президента на 34 тысячи 400 мест увеличен общий объем контрольных цифр приема на обучение. Новый вопрос, который ставили на батюшку, то, что подготовили по вопросу. Вот по нашему. То, что я отправил, у него есть 5 прав. Ну готовился, точно готовился. Не формально. Абсолютно. Я тоже очень поддерживаю технические науки, профессиональных инженеров, которых так не хватает во всех вообще секторах экономики. Мы в этом году также отберем не менее 80 кузов из 40 регионов, которые будут реализовать новую модель университета. Обеспечивая подготовку для базовых отраслей экономики и социальной сферы конкретного региона. Но это так называемые опорные университеты и необходимую поддержку мы обязательно предусмотрим.